Неделя детской и юношеской книги – праздник ценителей литературы, который в этом году отмечает 80-летие. 80 лет, 80 друзей и 80 мероприятий – так звучит слоган нынешней акции. Библиотеки Могилёва превратили привычное помещение в площадки с мастер-классами, квестами и марафонами. Например, библиотека филиал номер 2 имени Шамякина предложила своим гостям собрать спил с карту Беларуси, а ещё добыть цитату любимого писателя. Каждая задумка уникальна, но задача одна – привить любовь к чтению. После прочтения этой книги можно понять, что неважно, какой ты человек, ты можешь дружить со всеми людьми, если у них даже какие-то особенные качества. Всё равно мы одинаковые, мы можем дружить со всеми. Степан – один из 16 лидеров чтения. Эти ребята стали самыми активными посетителями библиотек Могилёва в 2022 году. В награду – благодарность, сувениры, а ещё именной стенд с рекомендациями книголюбов. Это как моменты, в которых можно скоротать своё время и наконец-то оторваться от всего реального мира и погрузиться в фантастический какой-то мир. Как привить любовь к чтению и привлечь юных посетителей? В поиске ответов библиотеки Могилёва используют современные подходы. Новых читателей здесь ищут в соцсетях. Нет возможности прийти – не беда. В некоторых акциях «Литературной недели» можно участвовать дистанционно с помощью сайта. То есть вы, например, ставите себе какую-то цель – почитать за месяц 10 книг. Как только почитали книжечку, вот здесь обязательно её заполняется. Как только вы заполните весь читательский трекер, вы можете принести в любую из библиотек нашего города или же сделать скриншот и прислать нам на электронную почту, и за это получите интересный хороший подарочек, скажем, такой интерактивный бокс по чтению для своего возраста. Вот это вот наши 80 пространств детских открытий. То есть для тех деток, которые не вошли в состав лучших читателей, мы предложили 80 различных массовых мероприятий, которые они могут посетить в течение всей недели. За 7 дней книжной недели организаторы акции выявили 8 десятков ребят, которых теперь называют библиодрузьями.